Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня девятый день. Мы с вами постимся, молимся, размышляем о нашей подчиненной воле. И знаете, этот процесс, он непростой. Господь нам дал свободную волю. И когда мы смиряем свою волю, это умирание. А умирание, оно тяжелое, оно легкое. Нам же хочется контролировать ситуации, которые происходят в нашей жизни. Мы были научены контролировать свою жизнь. Но сейчас, Господь, мы хотим отдать Тебе свою волю. И Галатам 2.20 написано, уже не я живу, но живет во мне Христос. И удивительно, что апостол Павел, когда писал это, он очень четко понимал, что такое не только позволить Духу Святому жить в своем теле, человеку, но разрешить Духу Святому поселиться в его храме. Потому что наше тело – это его храм. Господь, мы просим Тебя простить нас за те моменты, когда мы не слушали Тебя, когда Ты нам говорил, как поступить. А бывали моменты, когда мы просто не спрашивали Тебя. И мы просто шли по своей воле, не задаваясь вопросом, а есть ли Твоя воля на какие-то наши поступки. Мы просим Тебя, помоги нам, напоминай нам, когда мы будем принимать решение, что есть Ты и есть Твоя совершенная воля для нас. И, Отец, мы точно знаем, что самое прекрасное будущее нас ждет, когда мы находимся в Твоей воле. Да будет так. Я прошу Тебя, помоги всем нам пройти этот процесс. Во имя Иисуса Христа. Аминь.